Он был на Украине начальником металлургического производства в огромном тепловозостроительном объединении в городе Луганске. Это объединение снабжало тепловозами весь Советский Союз и весь соцлагерь. Как только кончилась советская власть, эти тепловозы перестали покупать. И все это рухнуло. Ну и я с моей ученой дотошностью стал его расспрашивать, в чем дело. Но я знал, что там допотопная техника у него. Я это хорошо знал. Нас водили еще в школьные времена туда на экскурсии, но это было страшно смотреть. Там еще техника времен, когда там луганский слесарь Ворошилов служил на этом заводе. Там у них прокатный стан 1895 года постройки. Я говорю, а как он у вас работает? Где вы запчасти берете? А мы его не останавливаем. Сами делаем. Изнашивается же. Сами делаем. Я говорю, так в чем дело? Почему вас перестали покупать? Нас покупали, потому что их просто заставляли покупать. А в чем дело? А их не лучше тепловозы. Я говорю, а почему лучше? Вы что, не можете сделать хороший? Ну, сконструировать, сказали, мы бы могли. Но сделать нет. Почему? Спрашиваю я. По нескольким причинам. По причине низкой квалификации наших инженеров и рабочих. Первое. И второе. По причине отвратительной, старой, изношенной и давно устаревшей техники. Нам требуется точная обработка, которую мы обеспечить не можем на наших станках. Это первое. Второе. У нас не тот металл. Как я говорю, как не тот металл. Ну, вот я с французскими машинами имею в виду. Он говорит, а знаешь, ты слышал эту песню? Горят мартеновские печи, и пени-ночь горят. Горят они. Да, так он говорит, они уже нигде давно не горят. Потому что мартеновская сталь, она плохая. А везде уже электропереплав. Да, я чуть поздавал по металла. И совсем другая сталь. Поэтому ихние тепловозы гораздо легче, во-первых. Гораздо прочнее, они меньше ломаются, они меньше портят пути. Они мощнее и так далее, и так далее, и так далее. А у нас, говорит, причем я знаю, что у него просто не обходилось, в его хозяйстве огромном, не обходилось года без двух-трех трупов. Ну, это да, это то же самое. И его каждый раз начинали таскать, и он два раза был в психушке. И в последний раз ему сказали, или вы поменяете работу, или в следующий раз вы уже останетесь у нас навсегда. Он поменял работу, он, как он говорил, стал из большого начальника, маленьким. Стал начальником центральной заводской лаборатории. Ну, там, значит, вот цех, огромный цех, там закалка больших деталей идет. Ходит вот кран под потолком. Я-то думал, ну надо же, какая работа там интересная. Оказывается, работа там очень интересная. Там температура под 50 градусов под потолком, ядовитые газы. Конечно. Вот, и там нет минуты, чтобы в туалет сходить. Эта крановщица берет с собой ведро в кабину. Я говорю, ну а как вдруг, как у проклятых буржуев. У проклятых буржуев дистанционное управление краном. Стоит человек на полу, и у него аппаратик в руках, и он, значит, это с собой командует парадом. А к чему это приводит? Там, значит, огромный такой чан закалочный, врытый в землю. Там, значит, раскаленное масло, и туда окунают эти самые детали. Детали раскаленные? Детали раскаленные, да. Масло кипящее. Ну, температура разница большая, и поэтому, значит, масло кипит, например, при низкой температуре. А там, значит, это... И однажды там трещина образовалась в этом чане. Туда проникли подпочвенные воды. Из этого чана ударил фонтан кипящего масла. А в этот момент над ним проходил кран. Краночица сварилась заживо. Там, в своей кабине. Вот такая там техника была. Так вот, на нашем родном. Завод подымается. Ну, значит, меняют оборудование понемножку, там, не знаю как. Ну, в общем, это, конечно... Этот завод надо просто снести, стереть с лица земли и сделать новый. А самое главное, что, понимаете, поскольку этот город возник вокруг заводов, при матушке Екатерине, там заводы в центре, а не по окраинам, а город вокруг. Поэтому там зимой черный снег, в этом городе. В советское время, так говорите... На Украине как-то дела обстоят все же лучше. Вот мы тут над ними смеемся, но такого количества пьяных на улицах там нету. Нет. Там гораздо более трезвая публика. И, в общем, я думаю, что они вылезут из этого дела раньше нас. Я давал, хотя бы у нас с лишнего, естественно, не было хлеба. Да вообще, кто видел войну? Я ее все-таки видел, войну, конечно, не лицом к лицу. Мне было слишком мало лет для этого. Но так под бомбежкой побывал не один раз. Цинга у меня была, зубы шатались, откусишь кусочек хлеба, он в крови. Вот. Так что... Это, конечно, впечатляет. А потом привык. Даже, мы, в первые времена уходили в убежище. Там мы жили в городе Энгельсе. Там мост через Волгу большой. Ну, это где? В Волгоградске? Нет, в Саратове. В Саратове. Ну, на Волге я там как-то пробовал. Немцы его бомбили каждую ночь почти что. Ну, сначала мы ходили в бомбоубежище, а потом я даже не просыпался. И утром говорили, бомбежка была. Лечил меня интересный очень доктор. Вы не читали кондуиты швамбрания? Не читали. Так вот этот самый Оська меня лечил. Младший братишка из этой книги. Доктор Кассей. Вот. Ну, вот там я увидел самое страшное, что я видел за всю войну. То есть не увидел, а услышал. Это же введение помещалось в госпитале. Там, значит, ихние врачи, они заодно принимали, значит, местное население. А госпиталь был челюстно-лицевой хирургии. Значит, у кого в лицо ранили. Там их лечили. И я вот... Вот доктор лечил меня какими-то примочками в госпитале. Вот исключительно мерзкого вкуса. От них шла пена, и текла у меня по морде. Но, в общем-то, надо было терпеть. Я терпел. А он, значит, лежал в этом кресле, он говорил матери, «Ну, вы же понимаете, ребенку нужны витамины, фрукты, мясо. Я, конечно, делаю, что могу, но вы сами понимаете». Ну, все было понятно, действительно. И мне было понятно. Я вдруг из-за стены раздался такой жуткий вопль. Вот когда мужчина кричит от боли, вот это ничего страшнее этого придумать невозможно. Я выскочил из кресла, он меня схватил обратно, задролкал кресла и говорит, «Да ты там перевязочное». И это очень больно, когда их перевязывают. Вот они кричат. Потом я каждый раз вот так вцеплялся в рукоятки кресла, и, значит, вот, чтобы не вскочить опять. А потом, когда уже война кончилась, через два года вернулся мой двоюродный брат. С войны. Он валялся по госпиталям больше трех лет. Он получил осколок в лицо. Как раз. Вот он порассказывал, как это. У него с этой стороны все зубы были золотые. Ну, значит, язык ему, правда, не оторвало, слава Богу. На щеке, правда, его очень хорошо заштопали. Была такая ямочка, даже симпатичная. И привезла с собой очень красивую полячку, которая была медсестрой в этом госпитале, и его выхаживала. Он работал, он служил в противотанковой артиллерии, и эти долго не жили. Он был на фронте три месяца всего. И получил из-за осколок в лицо. И больше трех лет валялся по госпиталям потом. Ему там, он перенес пять операций каких-то жутких. Вот он рассказывал, что действительно страшное дело, эти перевязки там. Он тоже кричал. Я ему спросил, если ты кричал, он говорит, да. Вот Петрозаводский до сих пор еще в Луганск. Ему осколком срезал макушку вот так. Ну, на сантиметр бы ниже, и все, и капут. Он жив остался, но голова у него болела всю жизнь. Только вот к старости теперь сильно другое дело. Ну, там дорога идет только по скаку горы. Значит, тут, тут, вон, а там 200 метров. Ну, пока стоишь на дороге, но ничего не видно. Эти 200 метров не видать. Среди нас был один студентик, он увидел там на этом наскате цветы какие-то, и дельвейсы он решил, что-то там узнал. Он полез, он поднялся метров на 25 туда, там довольно покатый склон. И увидел, и примерз. Высоты боится человек. И так как я был самый младший, мне пришлось за ним лезть. А я тоже боюсь высоты. У меня даже на балкон выйти на высоком доме неприятно. Я это делаю, заставляю себя, так зашиваю, беру. Ну, это просто физический недостаток. Это с вестибулярным аппаратом там чего-то нехорошо у человека. Ну, в детстве мы скакали по нашему пятиэтажному дому, и по лестницам, и на балконы прыгали. А сейчас придешь к соседу на пятый этаж, и тоже с балкона жутковато. Нет, это вот у меня, это с детства. Я даже себя пытался воспитывать очень рискованным способом. У нас там была старая парашютная вышка, она не использовалась уже. Я за нее залезал, стоял на краю. Мог спокойно загреметь, закружится голова и с приветом. Нет, это не помогает, потому что это физический недостаток. Мне из-за этого пришлось бросить занятия борьбой, например. Потому что мои товарищи очень быстро поняли, что достаточно меня поставить на мост. Вот так. А дальше я уже лягу сам. Так что я занимался самбо, но пришлось это бросить. И там вот эти самые штуки. Я полез. Я старался не смотреть назад, чтобы не видеть эту дрова. Я до него добрался. Я просто оплеухами привел его в чувство. Сказал, повернись мордой к скале и ползи внизу. Не смей смотреть туда. Мы спустились. Благополучно оба живые. Но я был бокрый просто от этих переживаний. Я немножко поснимал. Люди делают глупости с нами, не понимая, что они делают. Он же, наверное, знал, что у него страх высоты. Ему не надо было туда лезть. Но полезно. Но это порыв. Это рвейс. Да. Порыв. Ну и вот эти вот все эти храбрецы. Я же говорю, что сейчас так много молодежи погибает. Просто жалостно смотреть. Из-за ерунды. То по ножовщине, то в драке, то в машине разбился, то еще чего. То в водке какой-нибудь выпил не той фальшивой. Там какой-нибудь метилового спирта. Я вот что такое? Дотошный порой. Ну да. Это миг какой-то. Раз, ну, там не времена, ты заколот. А я люблю смотреть, потому что я вижу, чего они делают. Вам пачка зажглась. Я вижу, чего они делают. Конечно, там реакция должна быть безумная, да? Это как блиц в шахматы, только примерно в 15 раз быстрее. Да. Вот так это примерно получается. С стрелком надо было бы иметь с холодным оружием как следует обращаться. А главное дело было даже не в этом. Это всегда ведь только кажется, что побеждает. Я как раз объяснял сегодня студентам, что побеждает та армия, которая храбрее. Ничего подобного. Ни храбрых армий не бывает вообще. Они все храбрые. Бывают армии умелые и неумелые. Бывают армии хорошо вооруженные и плохо вооруженные. Бывают армии хорошо управляемые и плохо управляемые. Вот в чем проблема. Иначе израильтяне не одерживали бы таких побед над арабами в счете в 1-5. В соотношении сил. Что, арабы трусы, что ли? Ничего подобного. Они просто не умеют. Всеми нашими победами и одолениями над всеми врагами. Вот победа при Бородино. Но почему это победа, я так и не могу понять. Почему при Бородино была победа, если армия отступила? Сдала столицу. Смоленск в свое время был одним из самых крупных и самых богатых городов Европы. Но когда он был не в составе России. Когда он принадлежал Польше. Французы нам до сих пор не могут простить, что мы их при Бородино побили. Да нет. Или что мы в войну у них выиграли. Я всегда спрашиваю, слушайте, а вы вообще знаете, сколько раз Россия воевала с Францией? Не считая мелких стычек. Вот вы знаете, войны. И после этого была еще одна Крымская война. Тоже с французами? Тоже с французами и англичанами. А вот. Так вот, значит, воевала пять раз Россия с Францией. Общий счет 4-1 в пользу Франции. Так чего же она на нас обижаться-то? Спрашивается в задаче. Те первые три войны происходили на территории Западной Европы. И нападающей стороной была Россия. Да. Все три войны те мы проиграли. Первая это была, вот когда был итальянский поход Суворова, вот этот переход через Альфа. Ну, через Альфа. Да, знаменитая эта. Но дело в том, что у нас не пишут об одной маленькой подробности. В это время в Западной Европе сражались еще две русские армии. Ну, вот об этом я не знаю. Одна в Швейцарии, в Германии, а одна в Голландии вместе с англичанами. Те две армии французы уничтожили. А вот этой армией, которая была в Швейцарии, Суворов шел на помощь. Он поэтому пошел туда. У нас как-то никогда не писали, зачем он поперся в своей церкви. Он шел на помощь этой армии римского Корсакова. Генерал римский Корсакова. Он был предок знаменитого композитора. Но он не успел. Французы уничтожили и эту армию. И когда он туда пришел, он оказался лицом к лицу с превосходящими силами французов. С очень усталой армией, которая вот совершила этот переход. И он, это был первый случай в его жизни, и когда он отступил, он решил уйти и увел армию. Еще один переход через Альпы. Сначала он из Италии перешел в Швейцарию, а потом из Швейцарии в Германию. Причем он перешел Альпы в такое время года, когда никто там не ходил. Это действительно был великий подвиг. В общем, война была проиграна, короче говоря. Потом была еще одна война, которая закончилась при Остерлице. Это слышали слово. А? Это слово слышали. Льва Толстого, где, помните, там, князь Андрей был ранен при Остерлице. Но это слово на слуху. И потом еще одна была война, которая закончилась битвой при Фридланде с тем же успехом, что Остерлице. Так что, чего тут говорить-то, господи боже мой. И Крымскую войну проиграли, позорно причем проиграли. Чего тут хвастать-то? Причем это, опять же, не потому, что русская армия не была храброй. Она была неумелой и плохо вооруженной, и плохо руководимой. Вот в чем у себя было несчастье. Она для парадов была хороша. Вот там она красиво маршировала. А тут храбрые они были. Вот не зря же Севастополь, где надо было просто стоять на месте насмерть, вот они защищали очень долго. А полевые сражения Крыму в том же, проиграли в три секунды. Потому что не маневрировать как следует, ничего они не умели. Вот и все. Не потому, что они не храбрые. Это их память, так сказать, нисколько не оскорбляет. Это просто вот страна была такая дурацкая. Это Николай I, который решил, что, во-первых, нечего им давать нарезные ружья. Не надо, и так обойдутся. У нас пушечного мяса много. И флот был парусный, которому предстояло сражаться с англо-французским флотом пароходами, бронированными. Но этот флот, который только что одержал блестящую победу над турками, Нахимов-то одержал эту победу, он не годился даже на то, чтобы дать последний бой и с честью погибнуть. Потому что никакого последнего боя не было. Был бы расстрел просто. Все, на что годились корабли Черноморского флота, их затопили у входа в Севастопольскую гавань, чтобы эти пароходы сходу не ворвались в гавань. Вот и все. Так кто виноват-то, спрашивается. А зато у нас теперь объясняют, какой он был рыцарь и романтик Николай I. Вот его очень обожал наш бывший президент. Почему-то. На самом деле, это был самый глупый из всех русских царей и самый самодовольный. Самый большой дурак. Нет, вот он теперь же рыцарь и романтик. Черт бы их побрал. Так это он Палкин-то, нет? Да, он Палкин, конечно. А так он. Ну, ясно. Он Палкин. Да. А Лев Полстой его оклеветал, видно. Студентов, что иногда бывает, вот, все кричат, что со слагательного наклонения в истории не бывает. А зря. Надо спрашивать, а что было бы, если бы, если бы, например, он выиграл битву против Орлова. А ничего бы не было. Потому что в Европу уже шла двухсоттысячная русская армия. А во Франции уже не было мужчин призывного возраста. Все. Война была уже проиграна. Так что, совершенно правильно, что они проиграли. В Орлова немножко этих мужчин осталось в живых. Они наделали новых потом. Вот и все. Ничего бы от этого не изменилось. А вот, например, такой вопрос, как, что было бы, если бы Александр Македонский умер не в 33 года, а в 60. Это очень интересный вопрос. Вся история человечества была бы другая. Умер, и его государство сразу рассыпалось. А если бы оно устояло и как-то устаканилось, это было бы очень интересно. Было бы все совсем по-другому. Но оно не устаканилось. Так что все эти... А ведь в Бородино, вы помните, что Кутузов поставил свое войско на укрепление. Они построили, правда, не успели толком их довести до конца, но войско стояло, но занимало укрепленную позицию. А, ну да, там еще, в Лену, построили ледут. Построили ледут. Так, так это означает, что, между прочим, что Кутузов заранее отказался от всех попыток поиграть в маневренный бой с Наполеоном. А он был уверен, что стеной стоять будут его... Солдаты будут. А вот насчет маневров, ни его солдаты, ни его генералы на это не годятся. И он был прав, конечно. Вот в чем дело. Ну вот я вот... С 19-го года... Это был четвертый раунд, так сказать. Значит, президентом пришли, что стали три войны проигранные. И был четвертый раунд. И было всем понятно, что его не миновать. Только просто его начал Наполеон, а не Россия. Вот и все. Ну, а Наполеон, видимо... Наполеон не стал дожидаться, пока они опять придут. Домысливать. И пошел сам. Как я домысливаю, что... Воевать Россию, это дело... У него просто не хватит войска для этого. Во Франции не хватит людей для такого дела. Понимаете? А он полез. Он просто... У него, конечно, закружилась голова, и он решил, что уже держит Бога за бороду. А от предыдущих побед? Да, от предыдущих. Не только этих, но и его. Он же бесчисленное количество побед содержал. Он действительно был величайший полководец всех времен и народов. Но только он... Ну вот... Маленько спятил от такого... От славы, от побед. Ну что, конечно... А представьте себе, что он, например, оккупировал... Вот когда была последняя Крымская война, англичане и французы не повторили эту ошибку. Они обучаемые, понимаете? В отличие от нас, к сожалению. Они пришли, осадили Севастополь. И сказали, а теперь приходите и попробуйте его освободить. Ну, русская армия пришла, они ее побили. Пришла вторая, они ее побили тоже. Вот так. Пришлось заключать позорный мир в результате всего этого. Они обучаемые, а вот мы, боюсь, нет. Они понимали, что такую гигантскую страну захватить, ну, невозможно ее оккупировать и как-то удерживать. Это надо... Не те армии для этого нужны. Понимаете, Гитлер, он еще мог на что-то рассчитывать, чтобы были железные дороги уже и всякие такие штуки. А в те времена, что ты на лошадях, значит, что ты привезешь? Армии нужен пороху, армии нужно продовольствие, армии нужны ружья, которые изнашиваются после определенного количества выстрелов, армии нужны новые пушки, которые тоже долго не выдерживают. А как ты это все будешь доставлять? Он бы, если бы чуточку поразмыслил, он бы не полез просто. Ну, он действительно уже маленько решил, что мы питались на подножном корме просто. Таким не надо было пороху. А где вы порох будете брать, вот, позволите вас спросить. Да. Порох, пули там. И потом эти ружья, они были непрочные, они быстро менять надо. А где возьмете?